Уважаемые телезрители, у нас в гостях очередные гости. Это Игорь Утьманов, директор молодежного IT-центра Ленинского района и Павел Бессалов, куратор IT-проектов Кребби. Здравствуйте, ребята. Игорь Павел, доброе утро. Доброе утро. 22 марта в Красноярском бизнес-инкубаторе стартует 24-часовой марафон, ну на то он 24-часовой, марафон программистов, хакатон. Вот скажите, пожалуйста, что это, в чем суть этого мероприятия и как оно будет проходить? Ну, во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что это не только программисты, это участвуют, в данном мероприятии участвуют и менеджеры проектов, и веб-программисты, и веб-дизайнеры, ну или просто дизайнеры, да. Вообще, в принципе, люди, те, которые связаны с IT-индустрией или около этой индустрии. Самое важное, что будет происходить в этом мероприятии, люди, которые придут со своими идеями, они постараются сформировать вокруг своей идеи команду и с помощью этой команды в течение суток реализовать свой проект. Ну, или хотя бы прийти к какому-то прототипу. И в целом, основная задача этой идеи, основная, вернее, задача этого мероприятия, это именно познакомиться с ребятами из этой среды, сформировать среду, IT-среду у нас в городе Красноярске, и, соответственно, попытаться найти эффективные решения для своих идей, для своих проектов, которые они не могли реализовать в своей обыкновенной жизни, как они говорят, когда давит бытовуха, и невозможно создать, решить какую-то задачу, они тогда погружаются в такую творческую среду, и в этой творческой среде с помощью друзей, близких по духу людей, они создают какую-то там уникальную вещь, продукт. А почему именно такой формат 24-часовой? Почему 24-часовой? Мы хотим, чтобы люди погрузились в такие своеобразные, в своеобразную экстремальную среду для себя, чтобы они дали максимальную отдачу. То есть сутки это все-таки мало, да? Сутки мало, да. Вообще существуют хакатоны давно, в мире это достаточно признанная практика, и форматы бывают разные, но самое популярное это 24-часовой. Бывают недельные марафоны, когда люди неделю работают над созданием человека. Они живут на рабочем месте, получается. Мы тоже, мы готовы, мы предусмотрели условия, что человек может с ночевкой остаться на мероприятии, то есть он приносит с собой там плед, спальник или еще как-то, для того, чтобы хоть как-то вздремнуть. Мы, конечно, приготовили кофе, да, приготовили еду, да, для того, чтобы человек не отвлекался на какие-то бытовые вещи, а работал только над продуктом. Вот, и формат, он мировой, то есть много людей в мире уже создали свои продукты, и большинство того, чего мы видим сейчас и используем в жизни, там, на телефонах, сайты какие-то. Их идеи зародились на хакатонах. А у вас будут гости из-за рубежа? Из-за рубежа этот первый хакатон нет, но вообще первый раз мы проводим в Красноярске, я думаю, что в любом случае это такая уникальная возможность попробовать этот формат, прийти людям, которые вот слышали про него, но не ощущали, и вместе сделать хорошее, интересное мероприятие, потому что самое главное на хакатоне – это атмосфера. Атмосфера вот этих… Это командная работа. То есть человек с идеей, если у него есть идея, он приходит в начале, у нас предусмотрено время, очень кратко про нее рассказывает, говорит, что ему нужны в команду такие-то люди, да, то есть если он программист, ему нужны дизайнеры, либо если он дизайнеры, там, ему нужны, там, тот, кто его потом презентует, или поможет спрограммировать. Если человек пришел без идеи, он просто подключается к той команде, которая ему понравилась. То есть каждый найдет в себе применение. Да, да, и роли разные в командах, все нужны, и, соответственно, основная задача, как я говорил, это все-таки атмосфера, это создание чего-то за короткий промежуток времени, чтобы потом, ну, конечно же, будут призы, будут поздравления, то есть это первый хакатон, но я надеюсь, что он пройдет замечательно. Приглашаете. Ну и отлично. Напомню, у нас в гостях Игорь Ритманов, директор молодежного IT-центра Ленинского района и Павел Бессалов, куратор IT-проектов Критби. Спасибо, ребята, удачного вам дня и удачного хакатона. Можно будет рассказать, где он будет проходить, да, и... А, ну, постой тогда, расскажите, где будет проходить. Да, давайте еще раз. Значит, проходить он будет на свободном 75, это Критби, инкубатор краевой, и, соответственно, зарегистрироваться можно в интернете, набираем в любом поисковике Первый Красноярский хакатон, попадаем на страницу регистрации, заполняем небольшую форму и приходим завтра на мероприятие. Завтра в 10 утра. Спасибо за сжатую, но продуктивную беседу.